привет всем хорошим людям слава украине живи беларусь друзья сегодня выпуске я вам покажу новый вариант импортозамещения интерактивные карты помоек которые приобретают сумасшедшую популярность на территории путинастана также мы поговорим что белорусская пропаганда отчиталась о том что они победили наконец-то самый страшный вирус этого столетия наконец-то их не ученые пропагандоны смогли этого добиться также они призывают всех взять автоматы без исключения белорусов потому что по-другому невозможно ну еще будет несколько видео давайте итак друзья белорусская пропаганда на этих выходных заявила что наконец-то они смогли победить вирус вирус ужаса и хаоса который борется всегда с диктаторскими режимами который невозможно было победить и вот они наконец-то достигли этих результатов и счастливые об этом всем заявляют знаете название этого вируса у вас есть две секунды думайте нам удалось перевернуть сознание наших белорусов отношение к понятиям демократия свобода слова это как раз таки те механизмы с помощью которых запад разрушает государственность других стран ну все видите горит мы победили свободу слова и и больше нету при этом они пять минут до этого до эфира рассказывают что у нас самая идеальная ситуация в медиа мы говорим что хотим мы абсолютно свободны у нас ни в чем не ограничивают в свободу слова мы победили демократии мы победили но для них же найти я не знаю свобода слова это вот они как ледяная рыба этой диктатуры а свобода слова для них как щепотка соли и посыпали и она начинает эту диктатуру разъедать все равно и никуда они от нее не с денутся мы с вами вместе хорошие люди будем добавлять им свободу слова но при этом одни на канале побеждали свободу слова и диктатор и демократию но выходит самый отъявленный зетник григорий озаренок и рассказывает обычным белорусам что не существует других способов кроме как сверхнуть лазерит я вам подскажу говорит белорусы вы внимательно слушайте почему вы не смотрите мои программы почему у меня и на ю тубе всего по 150 просмотров потому что законы люди пишут это не истина в последней инстанции и когда с тобой играют не по закону а по нормам банды ты не будешь жалобы писать тебе надо брать автомат и выходить наверное белорусы удивляются что такое возможно это его авторская программа он там советует как бороться с диктатурой и свергать банды которые захватили власть но он там советует автоматы брать но белорусы которые вольные и свободные не пошли немножко дальше вот сегодня на просторах интернета заверсилось видео как они высу помогают в курской области со своими национальными атрибуты это подразделение белорусов тур которые входят 225 штурмовую бригаду тут был сад написал что они зашли нет они были там вместе с высу самого начала в россии последние два дня очень сильно разгоняется тема срочников но она у них вечно там же путин обещал что никаких срочников не будет а тут их больше 250 попала в плен и так как путин уперся и силы свои перебрасывать не хочет и говорит пусть там живут теперь жители украины мне все равно абсолютно но на мясо они решили спецназу нашему отправлять срочников и пропаганда набирает сумасшедший оборот там соловьев кричит что дети вы уже не дети вы должны идти защищать родину ну и вот а дети в англии поэтому понятно они там англии будут защищать он говорит я не могу ничего сказать у них свои границы великобритании я могу только отправить посейдон там великобритании что вместе с ними его смыло а так нет конечно и мы никуда не денемся уже практически каждый день вместо канашенкова главным рупором сейчас кремля и медиаповестки становятся все-таки эти лапти аладдина он сегодня с утра записал огромнейший пост где рассказывал что срочники это уже мужики и если они уже пришли в армию нефиг бесплатно есть бесплатно одеваться что вы думали походили там полтора года бесплатно поели и вас одели и вы себе убежали нифига раз пришли значит должны идти воевать и заканчивает он самым сильным уговором который должен как-то наверно на матерей россии влиять а он сначала рассказывает что вы сгорите от стыда потому что мы победим даже и без вас если вы матери не отправите своих детей и когда будет на красной площади идти парады все будут идти сверху до низа увешанные орденами а ваши дети будут скромно стоять в уголке разве вы не хотите чтобы у них была слава и вот он их там плюшками обещает что денег вам все равно не дадут но мы вам нададим орденов и железяк настампуем сколько надо и как итог идеально подводит вот прямо все сразу не умрет никто кому не суждено умереть если ты умрешь защищая своего отечества свою веру бога ты попадешь в рай а что может быть лучше для человека чем рай на пути всевышнего ничего и он им друзья пообещал рай рай все срочники которые погибнут они все попадут в рай ну что вам еще надо ну что вам надо русские вы мамы мышь там видели сейчас все видео интернет весь облетела чем занимаются кодыровцы и почему они с нашими не пересекаются если пересекаются очень редко потому что они там грабят магазины мобильных телефонов выносят все что только можно все сказ со всех вывесок провода которым 300 лет наверно не нужны телефоны ну все в общем они грабят русские дети не до должны все попасть в рай конечно аладин же знает поэтому новости импорта за несколько городах россии появились интерактивные карты помоек это такая подсказка нуждающимся где точно бывают какие никакие продукты эти контейнеры стоят рядом с магазинами туда часто выбрасывают продукты второй свежести на этой карте более 30 точек они разбросаны по всему городу и маленький магазин ежемесячно выбрасывает примерно 100 килограммов фруктов 20 литров молочных продуктов и 50 килограммов выпечки и полуфабрикатов нам и сейчас завидуют иначе бы они лезли к нам в этом все дело но пусть потренируются мы будем только укреплять себя изнутри и вовне там еще в этом импортозамещении помоек самое удивительное что девушка журналист говорит что программа стала настолько популярна что и ежемесячно ее скачивание этого приложения увеличивается в два раза в россии спрос на помойки он усиленный они будут только наращивать базу чтоб каждый мог пойти покушать с помойки вот небольшое видео скуна r потому что чем мы больше смотрим общение местных жителей с нашими солдатами тем больше она меня удивляет позитивно скажем поэтому консервы кушетки поделить с тобой да чтобы мы всем не развозили просто дайте там не это все вам поделитесь вы что-то на улице знаете кто да все нормально да все хорошо успокойтесь все нормально да все хорошо вильна спилкуются украинскую мову пропаганда от этого бесится кричит этого не может быть в курской области такого не бывает это все постанова это голливуд где-то снята в жмеринке а таких видео уже больше десятка и все время разные люди вильна спилкуются друзья если вы сможете подписаться это поломает алгоритмы ютуба это видео увидит больше людей поставите лайк я вам скажу огромное спасибо лозунг моего канала хороших людей больше слава украине живи беларусь украине тихой ночи воинам засу сил удачи мужества и вот сейчас посмотрели откройте любой телеграм-канал сделайте донат на дрон на рэп сейчас это очень важно да за